Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте! На канале Итон ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду, я, Михаил Борин, мои собеседники, израильские журналисты, Павел Маргулян и Цви Зильбер. Коллеги, приветствую вас! Привет-привет! Здравствуйте! Мы договаривались обсудить итоги года по войне в Украине. Я надеюсь, что мы к этой теме вернемся во втором круге. Но сначала все же начну с событий израильских, потому что, ну, происходящее сегодня, когда мы с вами записываем эту передачу, уже напоминает, как написал один из его участников, военное положение. Я думаю, что это некий перехлёст, хотя бы, возможно, у вас другое мнение. Сегодня с утра, вот в четверг, с самого раннего утра, участники протеста против судебной реформы начали продвигаться к центру Тель-Авива. И во многих других городах тоже начались акции протеста. Попытка перекрыть аэропорт и не дать улететь в Италию, главы правительства Бенемин Деньягев напоминала вообще просто военную операцию, причём с обеих сторон, с подменой вертолёта, запутыванием следов в социальных сетях и так далее. Коллеги, на ваш взгляд, Израиль достиг точки кипения или это ещё не предел? Павел. Ну, не предел, конечно же. Демонстранты, если им не пойдут навстречу, то есть если стороны не сядут за стол переговоров, будут повышать уровень. Я напомню, что если у нас неделю назад был Йом Шебушим, Йом создание трудностей, скажем так, на дорогах и на магистралях, то сегодняшний день называется День сопротивления. Уже даже по названию это повышение статуса. Говоря военными терминами, прорыв к аэропорту, прорыв в центре Тель-Авива, линии обороны, полиции и так далее. И я не вижу пока тому, что демонстранты остановятся и будет какой-то предел. Самое главное, моё опасение, что в конце концов прольётся кровь, уже не та малая, которая была на демонстрации с скиданием гранат шумовых, а уже более серьёзная. Мне кажется, это даже больше возбудит демонстрантов и ещё больше повысит уровень столкновения с властью, с полицией и так далее. Ти, тебе слово. Я не знаю, возможно ли дальнейшая эскалация. Наверное, возможно. Но мне кажется, что переговоры по компромиссу пока вот в обозримом будущем, то, что видится там в перспективе нескольких недель, месяцев, они практически невозможны по одной простой причине, что полиция говорит, что они готовы вести переговоры, продолжая при этом продвигать всю вот эту реформу и весь свой пакет чудесный, чудесно пахнущий пакет законов. А в оппозиции говорят, нет, мы не готовы обсуждать, пока вы не остановите этот законодательный блиц. То есть речь не идёт о каком-то споре по существу вопроса, где можно найти некую золотую середину. Нет, здесь речь идёт именно о позиции, можно ли вести переговоры, продолжая войну. Вот Израиль призывал, Ицхак Рабин покойный призывал Арафата прекратить террор на время переговоров. Арафат не захотел. Рабин придумал такую формулу, что мы будем продолжать переговоры, как будто нет террора, мы будем бороться с террором, как будто нет переговоров. К чему это привело? К сожалению, мы все знаем. Или, например, возьмите войну Россия и Украина. Россия говорит, пожалуйста, давайте мирные переговоры. Говорят, так остановите войну, прекратите стрелять. Нет, мы будем стрелять. Переговоры, пожалуйста, мы будем стрелять. И примерно та же ситуация и здесь. Правительство хочет продолжать стрелять, и чтобы при этом вести какие-то переговоры с оппозицией. Сливаются в прессу всякие платформы для компромисса, платформа Фридмана Эльбашана, платформа президента Герцога, на базе которой можно было говорить. Но, в принципе, диалог... Там столько фейков, что я даже не стал трогать эту тему. Да, но в любом случае, чисто процедурально, переговоры пока на данном этапе невозможны. А дальше приведет ли это к дальнейшей эскалации? Ну, наверное, скорее всего, приведет. То есть ничего хорошего от этого ждать не придется. Ладно, вернемся к теме, которую была заявлена. Год войны в Украине. Ну, дата как бы такая, с одной стороны, печальная. То есть не с одной стороны, с любой стороны печальная. Ничего радостного нет. Уже год идет война в центре Европы. И непонятно, как она будет развиваться, и чем все это закончится, и как долго все это смертоубийство будет. Паша, скажи, пожалуйста, для тебя есть какой-то вот главный урок этого года? Главный вывод? Главное событие? Вот для меня я сразу, пока, чтобы тебе было легче думать, я могу сказать, что для меня именно по итогам года главным было то, что вот сейчас, когда я слежу за новостями из Украины, новости идут там отдавать Бахмут, не отдавать Бахмут, где будет контрнаступление, когда она будет, сколько танков получит Украина. А если отмотать все это на 12 месяцев, да даже на 10 месяцев, и еще раньше, то обсуждалось вообще, будет ли существовать Украина. Так что тенденция, в общем-то, для меня понятна. Да, тебе слово. Ну, для меня тоже понятна тенденция. Я хочу напомнить, что в начале войны, первые там 2-3 месяца, российская армия сократила 15-17% территории Украины. То есть она явно продвинулась, выполнила свои какие-то задачи. Более того, даже шла на Киев, как мы знаем, пыталась провести операцию типа операции в Афганистане, то есть захватить президентский дворец, убрать президента, сменить власть и решить вопрос раз и навсегда. Значит, теперь мы видим, что вот тот же самый город Бахмут, российская армия, или там ЧВК Вагнер, или все вместе берут стурмом и пытаются с августа месяца этого года. Не самый большой населенный полк в Украине, там 70 тысяч населения было на начало войны. И в последние недели мы слышим, что вот-вот они его захватят, окружат, и надо сдаваться Украине, а до сих пор этого нет. Для меня это показатель того, что российская армия явно затормозила, и сегодня она, по-моему, переходит в свою главную задачу удержать территории, которые были захвачены, а не идти куда-то дальше. Я не вижу никаких подтверждений разговором, что вот будет наступление ближе к весне и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, я вижу, что Путин не может остановиться на этом. Тогда у него спросят, а зачем все это надо было? Он не сможет продать это своему народу. Вот эти недостижения за последние полгода в российской армии. И, судя по его выступлениям, последним федеральным собранием, он собирается оставить страну вот в этом состоянии, военного положения. Не объявлено, может быть, официально, но фактически находясь на военном положении. И при Бахвате, Молотиловка, который есть, обяжут его проводить вновь мобилизацию, потому что на фронте сил не бесконечны. Надо как-то опять подкреплять все эти усилия. И конца этому, к сожалению, не видно. А итог года для меня, если кто-то раньше еще сомневался в том, что у российской власти есть какие-то границы, то сегодня для меня она представляет в образе человека со звериным оскалом, который ни перед чем не остановится. Зверств, который осуществляют российские солдаты, вот это видео знаменитое с расстрельным военным пленом, что является военным преступлением, все это лишь подтверждает образ, который для меня, да и вообще в мире создается о России. Я напомню еще один совершенно смешной факт, это выступление Лаврова на конференции двадцатки большой. Его мантра о том, что мы не нападали на Украину, а мы там типа, я даже не помню какую он формировку, что вызвало смех в зале уже. Я думаю, что Вик Сергеевич, он все понимает. Он просто на службе, он должен такое говорить. Но реакция мира, представители 20 самых больших стран мира нам говорят о том, как они относятся к тому, что там происходит и как они относятся к России. А, к сожалению, это будет распространяться не только на российскую власть, не только на верхушку, а на всех россиян, как бы мы ни говорили, что все россияне, они не такие, есть такие и такие. К сожалению, образ России и русского в мире будет формировался и формируется очень отрицательно. И процесс этот пока не останавливается. Вик, в принципе, тот же вопрос к тебе, та же формулировка. Есть какой-то для тебя итог этого года? Да, несомненно. Вторжение в Украину, оно все раскрыло и все обнажило. Все стало явственным. Мы видим, как сегодня открываются глаза, уже открылись глаза. Мы теперь видим, какие страны коррумпированы, какие нет, какие структуры мировые коррумпированы, где, куда проникли путинские черные деньги, нефтегазовые. Мы видим, чего стоят соглашения, которые подписываются с диктаторскими режимами. Мы видим, чего стоят все вот эти международные гарантии, которыми в свое время пытались накормить Израиль и говорили, что вот вы создаете палестинское государство, а мы вам дадим, отдайте территории, а мы вам дадим гарантии. Мы видим, все это стало явственно. И мир за этот год прошел очень серьезную трансформацию. Мы видим, как трансформировалась позиция Запада. И здесь, конечно, переломным моментом была Буча. Буча – это переломный момент, на котором, после которого Россия из страны-агрессора превратилась в страну-террориста. И то, что мы видим сегодня, вот вчерашней, этой ночью произошедшей, в течение шести часов страшный обстрел Украины, городов Украины, 81 ракета была выпущена, не считая иранских дронов. Это просто террор против мирного населения. Они стреляют по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы не работали реанимации в больницах, чтобы умирали больные под аппаратами искусственного дыхания, чтобы замерзали дети в школах и детских садах, чтобы невозможно было приготовить пищу, заморить Украину голодом и холодом. И все это, несомненно, является военным преступлением. Применение ракет С-300 по гражданским инфраструктурам, то есть ракета С-300, она должна направляться на воздушный объект, который еще с земли подсвечивается. А когда ее направляют на наземный объект, ее подсвечивать невозможно, поэтому она не летит точно, она летит в божий свет как в копеечку. Она не может попасть точно, поэтому обстрел города ракетами С-300 нельзя потом оправдать тем, что мы стреляли по военным объектам. Нет, эта ракета так не стреляет по военным объектам, она не умеет попадать в военные объекты вот таким образом. Это не та ракета, которая может попадать, а та ракета, которая может попадать, у них, к сожалению, закончились такие ракеты. Мы видим расстрелянного военнопленного украинского, который говорит славу Украине. И это видео тоже станет одним из таких памятных моментов в этой войне. И нет никаких сомнений, что эти ублюдки, которые расстреливали беззащитного человека, сами того не понимая, создали гигантский памятник украинского героизма размером с родину-мать, а может быть еще больше. И насколько они мобилизовали сегодня украинское общество, добавили ему мотивации драться просто на смерть с оккупантами и многие российские мобики и другие и прочие заплатят за это жизнями, не потому, что украинцы будут расстреливать пленных, я думаю, что не будут. Ну, по крайней мере, как явление этого не будет. Может быть, какие-то отдельные случаи мы увидим. Но потому, что украинцы просто будут сражаться еще гораздо более заядло и гораздо более решительно. Вот. А опять же таки, война все расставила по местам. НАТО вспомнили, что они военный блок. Европейские страны вспомнили, что демократия должна защищаться, что за свободу надо бороться и проливать кровь. Они вдруг начали реорганизовывать свои армии, вступать в военный блок, обновлять свои запасы вооружений. И на сегодняшний день мы видим немножко другой Запад. Украина привела их в чувство, привела их в другое немножко состояние. если в самом начале они искали компромисс, давайте переговоры, давайте это, то сегодня позиция Запада ясна, что эта война должна закончиться победой Украины. Если этой победы не будет, то не будет конца агрессии, и Украина как государство все равно перестанет существовать, потому что в эту страну, которая останется под постоянной угрозой путинской агрессии, не пойдут ни инвестиции, не будут возвращаться беженцы, да и не будет особо большой мотивации ее восстанавливать. Эта страна будет просто медленно загнивать, и перспективы у нее не будет никакой. Поэтому сегодня все понимают, и украинцы, и Запад, что эта война должна закончиться победой Украины, но я хочу сказать, что Украина уже победила. Уже победила во всех этих направлениях, и во внешней политике, и в информационной войне, которая тоже несомненно происходит, и российской пропаганде больше никто не верит, да, вот упомянутый случай с Лавровым, это просто прекрасная иллюстрация, я думаю, что он тоже запомнится как одна из таких ключевых точек в этой войне. Я что еще хочу сказать, да, после Второй мировой войны, когда создавали ООН, то в принципе эту проблему рассматривали, и поэтому записали в международных законах, что если тебе кажется, что на тебя кто-то сейчас нападет, и ты хочешь напасть для того, чтобы это нападение предотвратить, которое тебе кажется обязательно произойдет, то ты все равно агрессор, эта ситуация предусмотрена, и поэтому господин Лавров уже давно не дипломат, а превратился в обычного пропагандиста, как Соловьев, Симоньян, и так далее. Да, судя по всему, Маша, тебе вопрос. Когда в 2014 году Россия захватила Крым, то многие предъявляли претензии коллективному Западу, скажем так, по поводу того, что Украину бросили, что мир показал свою импотенцию, как звучала такая фраза, и даже заголовок я такой видел, что несмотря на международное соглашение, не пошел на помощь Украине, и несмотря на гарантии, которые были от ряда ведущих стран Украине, тоже не выполнил эти гарантии. Ты согласен с СВИ, что сейчас ситуация действительно изменилась? И изменилась ли на твой взгляд, изменилась ли цена этих гарантий? Потому что СВИ, в общем-то, прав. Израиль тоже отчасти существует на каких-то гарантиях американских, когда что-то его заставляют делать. Ну, смотрите, мир, скажем так, тот мир, к которому мы относимся, демократический мир, я имею в виду, просыпался долго, как мы видим. Его ничего не научила Грузия, его ничего не научил Крым, его ничего не научил Донецк и Луганск. Они думали, видимо, ну как-то обойдется. Там какие-то точечные мероприятия от нас далеко, до нас далеко и так далее. Когда началась полномасштабная война, случилось две вещи. Мир понял, что Западная Европа может быть следующей после Украины. Никаких гарантий того, что этого не будет, нет. Путин, мы видели великое множество его заявлений, прямо противоречивших тому, что он делает сейчас, и в отношении внутреннего положения в стране, и в отношении того, что он не будет менять Конституцию, и в отношении того, что два срока достаточно для того, чтобы пребывать на президентском посту. Более того, в начале своего правления он давал пример Европу, Россию, что вот я сегодня буквально видел очередное видео начала 2000-х, где он приводил пример Европы, где люди работают, а мы тут разболтались. Надо брать в них пример, надо сделать евроинтеграцию, он применил тогда это слово, евроинтеграция. Значит, я думаю, что сегодня мир понял две вещи абсолютно, что Путину верить нельзя ни в чем, и поэтому договоренности с ним невозможны, и поэтому я не знаю, как должна выглядеть победа Украина. Наверное, у всех разный взгляд на то, как должна победить Украина, но договариваться с этим человеком опасно, он обманет на следующий день или через неделю. И еще один вывод, который для меня есть, это полная беззубость организации объединенных наций. Вот обратите внимание, в отношении войны в Украине мы в последние месяцы вообще ничего не слышим о них. Они вначале, видимо, сделали какие-то заявления, сказали то, что надо было сказать, и все. На них никто не обращает внимания. И самой этой организации НАТО что-то с этим делал, иначе на них и дальше не будет никто обращать внимания. НАТО, я думаю, поняло, что там у них тоже что-то не так. Смотрите, Финляндия и Швеция до сих пор, по-моему, окончательно не могут принять, из-за того, что один член НАТО Турции не готовы на это согласиться. Значит, там тоже надо менять, потому что речь идет уже не просто о каких-то виртуальных явлениях, а речь идет о безопасности для этих самых стран. И НАТО будет сейчас упрыгивать, я согласен с ТВИ, НАТО будет вооружаться, укрепляться, потому что она понимает, что при нынешней власти в России, и даже если власть сменится, но там вполне возможно придут такие же люди, опасность будет угрожать всем, в том числе и Европе, и остановить ее может быть только сила, что останавливает наших соседей от того, чтобы напасть на Израиль, сила нашей армии. И этот принцип, я думаю, поймут на Западе, будут сейчас укрепляться вкладывать гораздо больше денег в военные оснащения своих собственных армий, чтобы ни у кого даже, так сказать, и мысли не было напасть на более сильного соседа, соперника и так далее. Вот эти выводы, потому что, мне кажется, вот этот вопрос с Россией, даже если завтра что-то остановится, он будет длиться долго. Опасность конфликта сохранится долго, если в России в корне не изменится подход и власть. Никаких намеков на это я пока на сегодня не вижу. Твий, последний вопрос к тебе, на твой взгляд, по твоим ощущениям, потому что фактами мы, собственно говоря, не располагаем. Израиль по-прежнему будет держаться своей позиции в отношении войны в Украине и стоять, в общем-то, одиночным таким пунктом вокруг стран, которые сплотились и помогают Украине, или же все-таки как эта наша позиция изменит? Я думаю, что эта позиция уже изменилась. И мы просто много вещей не знаем, но с момента появления Ирана в этой войне на стороне России для Израиля все изменилось кардинальным путем. Израилю сегодня нужна безоговорочная поддержка Запада в противостоянии Ирану, поэтому Израилю ставят эти условия. И, знаете, у меня сегодня было такое очень интересное интервью с Владимиром Эмилианом. Он в прошлом был заместитель, кажется, заместительный министр, я могу уточнить, по инфраструктурам, по энергетике. И что здесь было интересного, мы говорили о вчерашнем ужасном обстреле и о том, как Украине удается преодолевать все эти разрушения, преодолевать Владимир Эмилиан, министр инфраструктуры с 2016 по 2019 годы. Как Украине удается преодолевать все вот эти поломки, все вот эти разрушения после ракетных обстрелов. И Эмилиан говорит, ну, благодаря нашим партнерам и спасибо Израилю. Я говорю, а, вы имеете ввиду генераторы, которые Израиль отправил. И он так остановился и говорит, ну, давайте скажем генераторы. Да, генераторы. То есть, я думаю, что есть какие-то вещи, которых мы просто пока не знаем, но у меня нет сомнений, что Израиль уже в этой лодке. И если даже не идет речь о прямых поставках вооружений из Израиля в Украину, как, например, из Израиля в Азербайджан производится, мы увидели по биллингам, что самолет просто из Израиля вымазал туда оружие. Воздушный мост работает. Но я думаю, что через третьи страны какими-то окольными путями вдали от глаз путинской гибни это все равно происходит. Коллеги, большое спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие Павел Маргулян и Сви Зильбер. Еще раз всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...